Удалось, Ирина, тебе войти. Дело в том, что, представляете, где-то, наверное, 10 минут назад наш спикер, который должен сегодня выступать, звонит и говорит, Света, у нас Свет отключили. Пошла к подруге подключаться к её компьютеру, через её компьютер выходить. Вот, вы там, говорит, время потяните чуть-чуть, может быть, мне удастся. Мы сейчас только-только начинаем, и вдруг раз я такая смотрю, что наш спикер всё-таки в комнате вошла, в комнату, как модератор, значит, всё у нас будет окей, мне время тянуть не надо будет, да, потому что я реально буду передавать это время. На самом деле, за эти 10 минут я даже подготовила небольшую тоже тему вебинара. Дело в том, что многие спрашивали, после того, как прослушали, я так поняла, презентацию, наверное, в Ютубе, которая выложенная, да, или кто был на вебинаре и слушал её в реальном таком режиме, там вопрос у людей возник, как за полгода стать директором, да. И, собственно, я эту программу хотела вам показать сегодня. Если у нас останется время, то это мы сделаем сегодня, поскольку мы закачали этот маленький небольшой слайд. Если у нас времени не будет, то сделаем это на, ну, следующем вебинаре. Ничего страшного, да. Итак, сегодня я передаю... Мы будем показывать всё-таки этот фильм? Наверное, мы всё-таки это сделаем, потому что, знаете, я сейчас буду вам представлять нашего спикера, но мы вот уже как неделю, да, переживаем по поводу потери, которая у нас в Reflame случилась. Это Ирина Гурова. И мне очень понравилось на последнем, на последнем нашей встрече по проекту, Светлана подготовила очень интересную, да, тему по поводу Ирины, и именно из-за её выступлений. И я думаю, что мы не раз будем пользоваться вот этими записями, не раз будем пользоваться вот этими выступлениями, которые у нас есть в записи Ирины. И мне очень понравился фильм, который тоже буквально за несколько часов Сергей успел сделать, Чернявский. Поэтому, знаете, вот, чтобы нам хорошо представить сегодняшнего спикера, мы сначала покажем вам фильм её спонсора. Про её спонсора. Вы сейчас посмотрите этот фильм, а потом я вам расскажу уже про нашего спикера. Ирина Гурова. Ирина Гурова. Ирина Гурова. Ирина Гурова. Ирина Гурова. Я написала консультацию, и, естественно, у нас занятие книгическое мы начали. У нас один, у нас другой, значит, у меня садились, да, садились, да, садились, да, потом, чем я не садились, да, потом мы на конференции. Значит, приезжает муж и смотрит в комнате, значит, какие-то книжки, какие-то баночки, а это, говорит, что такое, а это пикинка с ней, это баночка. Вот, значит, из-за меня глаза выдержала, ты говоришь, что ты не понимаешь, а можно вырвать, но кто-то, мы понимаем, показывала, у меня уже 34 тысячи зарплаты, там и времени была, то есть на третий каталог. Ну, короче говоря, он бурчал-побурчал, говорит, ну, дело твое, что хочешь, делай, значит, и поехал, говорит, Таня. То есть в первом же месяце у меня было 15 каталогов. На второй каталог я пригласила только одному человеку, у меня 15 в первом уровне, а Ане всего было уже 40 детек, я цифру говорю, потому что я показывала свои результаты. 40 детек, 40 детек, и, значит, наш оборот уже был, ну, почти 7 тысяч баллов, 18 процентов, вот, значит, и, когда, в общем-то, вот это все произошло, эта зарплата уже была около 19 тысяч рублей, получается 9, 19, а на третий каталог, это был август, у меня было 5 9-процентных, одна 12-процентная группа, то есть 6 групп было, так, и мой групповой оборот был почти двойной оборот директора, то есть в два раза больше, чем он побольше, это было 3 км. И зарплата была больше, и теперь 6 тысяч рублей, и тут люди друг с другом здороваются, знакомы, и кто золотой директор, и я золотой сочувствую. И вот тут-то я поняла, что, конечно, знаете, как говорят, люблю четверки я, но странную любовью, да, вот так и получилось, золотой директор, и ажунулся. И тут, значит, когда у меня муж встречал, там, бриллианты они своим кодом, их там без отчества, а все остальные толпой. И он говорит, знаешь, что, если ты, говорит, на следующий год бриллиантам не станешь, я с тобой, говорит, не поеду. Ну, мне пришлось за год сделать, как вот сейчас, говорит, 3 квалификации, да, то есть, причем я закрыла бриллианты всеми группами. То есть, все, ну, это там уже. Но вот за эти, получилось полтора года, да, вот от бриллиантов, от золотой конференции первой, У меня каждый год в структуре по 36 директоров. Один год 36 и другой, директор, глубина, глубина. Призрачно все В этом мире бушующем Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг Ослепительный миг Пусть этот мир Ослепительный миг Ослепительный миг Ослепительный миг Ослепительный миг Ослепительный миг И есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. И есть только миг между прошлым и будущим. И будущим именам называется жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, у нас сегодня... Всем привет, привет, привет! Вот видите, видео подключили. Вообще у нас сегодня комната немножко тормозит. Не знаю, как там, Оль, ты не можешь войти в комнату. В принципе, там просто попробуй выйти, если ты уже пыталась ходить и войди. Как ты можешь не быть в комнате, если ты пишешь в чате? Если ты пишешь в чате, значит ты уже в комнате. А если там что-то у тебя не видно, не слышно, то это еще интернет. У нас тоже такое вот бывает. Вот, поэтому давайте продолжать дальше. Вы увидели фильм об Ирине Гуровой. Вы знаете, вот меня, если честно, поразил тот факт, что когда вот у нас на похороны ездила Светлана Савельева, и она такую информацию привезла, что Ирина 12 лет, она болела раком. Знаете, 12 лет это означает, что как раз тогда, когда она пришла в Арифлейм. А вы можете себе представить, да, человек приходит с таким диагнозом в компанию Арифлейм и ставит себе цели, и там максимально делает результаты, становится топовым лидером. Это говорит о том, что человек очень сильный, очень сильный, очень амбициозный, что она 12 лет вот с этой болезнью боролась. И, в общем-то, понятное дело, что, ну, Бог, он сам, да, решает, что и как мы будем дальше, что с нами происходит. Но вот этот факт меня очень сильно поразил. И вот у нее все, вы знаете, у Ирины, наверное, все директора такие. Все директора, которые ее окружают, они тоже очень сильные, очень амбициозные, они все разные, но они чем-то все похожи на нее, похожи вот этим вот стремлением что-то менять в своей жизни. И сейчас один из этих директоров тоже топовый лидер топ-15 воронежского филиала, который я очень люблю. Мы особенно близко познакомились в Дубае, когда с Еленой Куликовой ездили, да, в этом году. И, в общем-то, я думаю, что она очень много вам расскажет, с какой схемой мы будем работать. Ирина расскажет свои истории, расскажет те методы, которые она использует в своей работе. Ну, я вас очень прошу сейчас уже подумать, какие вопросы вы хотите ей задать, понимаете, именно сейчас. Потому что с чем человек приходит, с тем он и уходит. И качество нашей жизни зависит от того, какие вопросы мы себе задаем. Сейчас вам надо просто взять ручку, взять листочек, написать вопросы, какие вы хотите. Для того, чтобы в конце выступления эти вопросы вы уже написали в чате. И Ирина, конечно же, ответит на все эти вопросы. У нее, кстати, тоже не совсем сейчас какие-то есть проблемы с интернетом. Потому что она не около своего компьютера, как я вам уже сказала. Да, мы все сделали для того, чтобы все-таки состоялся сегодняшний вебинар. Поэтому давайте сейчас ей давать права модератора, и она будет начинать. Ирина Зверева, встречайте! Света, меня слышно? Света! Света, меня слышно? Света! 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 Свет! 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 А видно меня? Просто картинка я вижу очень плохая, да? Все прекрасно. Добрый день. Добрый вечер! Вы знаете, то видео, которое я сейчас посмотрела... У меня было такое настроение, конечно, не очень хорошее в эти дни, так как, сами понимаете, не очень хорошее, приятное событие посетили нас в этой жизни, но, вы знаете, мы знали о болезни Ирины Николаевны, я лично знала, и мы гордились ее жизнью, и понимали, какие колоссальные усилия требуются для того, чтобы человек закрывал новое звание. Вы знаете, что она совершенно недавно построила новый дом, который, в принципе, является не только дом в области компании «Рифнейм», но и то, что люди, которые вокруг живут, дом стоит миллион долларов, вот, представляете, больной человек строил этот дом, да, это полностью ее проект, она полностью контролировала строительство этого огромного дома, то есть, действительно, лидер был колоссальный, лидер был во всем. Ну, хочу сказать, небольшое уточнение, Ирина Николаевна была вышестоящей? Нет, не видно, не видно. Не видно меня? Слышно? Слышно, слышно, да? Погромче. Хорошо. Ирина Николаевна была моим вышестоящим спонсором. Мой спонсор – это Татьяна Николаевна Карачаровская, которая, в принципе, и привела меня в «Рифлейм». Ну, пусть мой прихода в «Рифлейм», вы, наверное, все знаете. Я работала педагогом, я историк по образованию, и 12 лет отработала в заводчем в школе. 12 лет отработала в заводчем в школе. Именно мой спонсор, Татьяна Николаевна, была моим наставником в моей педагогической деятельности. Придя работать в свою первую школу, Татьяну Николаевну, писали ко мне, ну, как бы научить, работать заводчем, научить делать расписания, ну, и различные проблемы решать в школе. Сейчас не будем в этом углубляться. И после 12 лет работы в школе, ко мне поступил звонок, и Татьяна Николаевна предложила мне зарегистрироваться в компании «Рифлейм». Как вы понимаете, что сразу после института я работала в школе. Я не знала ни о сетевом маркетинге, я не знала просто такого словосочетания. Я знала компанию «Рифлейм» только по рекламным роликам, которые шли в передаче «Поле чудес». Ну, и пробовала несколько продуктов из этой компании. И Татьяна Николаевна предложила мне присоединиться к этой компании. В принципе, я не понимала, о чем идет речь, но узнала, что человек меня не обманет, так как он педагог. Она, методикс у нас была, очень крупного детьми и филологов в Ленинском районе города Воронежа. И решение было принято сразу, потому что, ну, я поняла, что я могу брать косметику со скистами. И я зарегистрировала за 149 рублей. Имеет только мотивацию одну – это употреблять косметику «Рифлейс» со скистой 23%, что я успешно и делала целый год. В принципе, меня это устраивало. Мне устраивала моя работа, мне устраивало мое семейное положение, мое материальное положение. И вообще знакомиться с целым бизнесом, ну, мне не хотелось, так скажем. И здесь, конечно же, я очень сильно благодарна Ирине Николаевне Гуровой, которая впервые пригласила меня в свои занятия. И показала мне свою распечатку. В то время она, по-моему, открывала звание «Золотой директор». Ну, и показала мне свою распечатку со своей зарплатой, которая составляла там больше 1000 долларов. Я очень громко говорю, я вижу, что вы пишете, что говорить громче, я говорю громко, сейчас лучше, напишите, сейчас лучше, я практически кричу. Лучше, напишите, я кричу очень громко. У нас нет красных кружочков. И, то есть, впервые я попала на занятия к Ирине Николаевне Гуровой. И что меня смотивировало? Конечно же, ее распечатка и очень большая зарплата. И смотивировало меня то, что... Так, очень громко. Мотивировало меня то, что... Ирина Николаевна тоже педагог. Она, вы знаете, доцент математических наук. Она преподавала в политехническом институте. В принципе, я провела такую параллель. Думаю, она педагог, я педагог. Ну, какая разница, высшей, средней школы. В принципе, я спросила ее, в чем же заключается здесь работа, почему вам платят такие деньги хорошие. Ну, она объяснила, что, в принципе, здесь тоже определенный метод преподавания, только учишься совершенно немножко другому. Ну, и, конечно же, в твою жизнь входит такой небольшой элемент, как продажи и реклама косметики. Ну, в принципе, продажи это знакомо. Мы всегда в жизни что-то продаем, что-то рекомендуем. Реклама тоже уже была понятие нам известное. Ну, а с педагогической деятельностью знакомиться не приходилось. То есть, все было уже нам ранее известно. И, вы знаете, я начала совершать какие-то первые шаги, свои первые регистрации. Конечно, осмысление происходящее произошло только на уровне 9-12%, когда ты видишь какую-то материальную прибыль, да, и от того, зачем ты и почему подписываешь людей. Ну, и, конечно же, огромный скат толчком к моей деятельности и к моему развитию как лидера в компании Reflame. Виделось то, что, поехав в родной город Иркутск, я подписала свою сестру, которой, наверное, я очень толково и понятно и грамотно объяснила, что есть компания Reflame. Вы понимаете, что в то время ни сервисного центра, никаких СВО в городе Иркутске не было. И первое СВО, которое открывало, это мы открывали с моей сестрой. Так как ей приходилось работать через Екатеринбург, раньше думать не приходилось очень долго. Она тоже по призванию педагог, филолог. В августе мы зарегистрировались, в августе же она бросила свою трудовую деятельность на поприще филологии. И в сентябре она открыла звание директора, не имея даже ни 15, ни 18%. Срола сразу 3 и сразу 21. Вот такие вот случаются у нас истории замечательные. Что вы думаете, меня побудило каким-то действием? Ну, конечно же, мне нужно было бежать, бежать вперед, делать огромный отрыв. Вот, тогда это было 4000 бонус-баллов, у которых я не понимала, но в принципе это у меня и было. Какий-то там небольшой какой-то отрыв, вы знаете, я уже совершенно не помню. И здесь уже тебя мотивировало то, что внизу ты видела хорошие деньги, но ты не знала, что дальше делать. Вы знаете, знание приходит сразу, когда ты хочешь что-то получить очень быстро и в очень большом количестве. Я, кстати, когда закрыла директора, через год я закрыла золотого директора сразу с тремя директорами. То есть, как бы я закрыла два звания за год, золотого и старшего золотого. Ну, и вы знаете, наверное, вот только на этом уровне, на уровне закрытия золотого директора, сейчас это был старший золотой директор, ко мне пришло такая, как бы, Арифлейм ко мне уже пришел, как объективная реальность, данная мне в ощущении, как материя, которую я не только нюхаю, как парфюм, а то, которую я вижу, слышу, чувствую в деньгах, я чувствую в своем чеке, понимаете? Вы скажете, довольно-таки поздно, нет, не поздно, не поздно. Это классно, просто до этого закрытия золотого директора я работала, мне не было возможности думать. Я просто делала-делала, работая каждый день, работая каждый день очень интенсивно. А уже вот к закрытию этого звания ко мне пришла уже философия какая-то определенная в этом бизнесе, потому что я говорю, Арифлейм это не просто работа, это определенная философия, потому что компания меняет наши взгляды, нашу жизнь, наши ощущения, наши возможности. И именно закрыв это звание, я вообще поняла, где я нахожусь, как я плотно, как я качественно устроилась в этой жизни. Я полюбила нашу компанию с очень большей силой, хотя прибавилось работы. А когда прибавляется работа и прибавляется знание, ты порой иногда не знаешь, что делать. И, вы знаете, ну и наступил какого-то определенного рода комфорт, да? Комфорт в том, что у меня очень была хорошая глубина, и на уровне золотого директора я получала, как мне говорили, майкам из зарплаты с афирового директора, то есть доход был очень даже неплохой по этим годам. Ну и, конечно же, такая вот у меня появилась уникальная возможность остановиться. Остановиться, сделать перед их, подумать, пофилософствовать. Но, вы знаете, это делать было ни к чему. Это привело к тому, что я после первой своей золотой конференции закрылась с 28 группами, перевыполнила план на огромное количество, и на свою вторую конференцию на остров Тенерифе я не попадаю, потому что я не прибавила группы, я пришла к этой конференции с теми же тремя группами, я не упала, но вот такие у нас условия. Ну, вы знаете, это как-то вот меня мотивировало на какие-то дальнейшие действия. То есть первая неудача, первая мая непоездка привела мне к тому, мысль к тому, что нужно скорее расти и развиваться. Ну и, в принципе, больше остановок пути у меня не было. Были какие-то пересмотрения ценностей своих личных по отношению к работе в Алифлеем. Сортировка людей, хотя нельзя это словосочетание соединять, но в этом бизнесе это часто приходится слышать. Ну и в 2007 году я закрыла звание сортировала директора. Без особых усилий мне оказался очень хороший четвертоключевой партнер. Это единственный партнер, который находится у меня в районе. В районе это Усма-Усмань, Новая Усмань, которая, в принципе, находится в 25 минутах от Лизы, от города Воронежа. Это был мой первый опыт работы в регионах. Так скажем, не в крупных регионах, а можно практически сказать в поселке. Я работала год в Новоусманском районе, объезжая селы, какие-то поселки. Это, конечно, вспоминаю очень веселым настроением эту жизнь, потому что жизнь была на колесах. Но человек ко мне, знаете, четвертого директора у меня точно Бог послал. Потому что, вы знаете, я говорю, наверное, когда человек очень хочет, то все получается очень быстро. Я думала про то, что мне нужен четвертый директор. Я сидела, хоть историю маленькую расскажу, потому что всегда нужно о вас все верить. Я сидела в сервисном центре, а я не знала, у меня тогда еще не было СПО, и я проводила занятия, я уже не помню, может, мастер-класс какой. И у меня был просто бледжик, что золотой директор. Ну, я была старше золотой, тогда школа только золотой, золотой директор, Дина Змирев. По мне подходит женщина, говорит, а вы золотой директор, и да. А вот я вот стала, я хочу работать в Реслэм, ну, а что вам мешает? Вы знаете, вот скоро будет год для регистрации, вы можете зарегистрироваться. Вы знаете, я записала ее телефон, даже не ведая о том, что, в принципе, человек мне это позвонит, или вообще я ли с ним свяжусь. Я оставила ей свою визиточку, буквально в тот день, когда началась годная регистрация, человек мне звонит и говорит, Ирина, добрый день, я готова зарегистрироваться, я везу к вам в сервисный центр в свою команду. Меня слышно? Вы как-то перестали реагировать. Напишите, меня слышно? Ага, хорошо. Она сразу привезла с собой где-то человек 15, мы зарегистрировали сразу 15 человек, я поняла, что этот человек именно хочет работать, и поэтому, конечно, мне везло, но везет тому, кто везет, и мы с ней везли год, везли этот Новоузенский район, но в результате у меня там очень хороший, замечательный директор, которая, в принципе, пришла в Реслэм и душой, и сердцем, и мыслями. Сейчас под ней еще один директор, конечно, мы очень хотим золота, но вы знаете, что в районах это тяжело очень, у нас делается, вы тоже, наверное, сталкиваетесь с таким ивлением. Вот. Что опять-то, в принципе, все мои четыре директора, это директора местного уровня, мне с ними очень приятно работать, есть у меня директор в Стамбуре, который я нашла по распечатке, тоже замечательная история. Вы знаете, я зарегистрировала девушку, Варису Лэйм в Воронеже, которая, в принципе, и не работала еще, но она так провела несколько регистраций. И из всех зарегистрированных, там, 10-12 человек, я увидела одну девушку, которая делала по 200-250 баллов. Я говорю, а это кто? Ну, вот это Галя Даджабина, вот она, она проживает в Стамбурской области, поселок Первомайский, я вот ей отправляю заказы поездом. Ну, я позвонила этой девушке, мы встретились, и, в принципе, мы очень быстро, в принципе, по-моему, на третий месяц мы открылись после нашей встречи, и, в общем, если вы слышите такую фамилию, Жабина Галя, она у нас является самым высокооплачиваемым директором в деревском центре города Воронежа. Счастье, что не растет, ну, каждый человек устроен по-своему, можно быть директором и зарабатывать очень хорошие деньги, хотя я вообще это отвергаю, как процесс нужно всегда расти, но приятно, что у тебя в структуре есть такие люди. И два директора у меня находятся за 5000 километров, это Иркутская область, это город Брат, ну, и там Северно-Иркутской области, ну, в принципе, с которыми я сейчас работаю по скайпу. Вообще, я, Света просила меня рассказать о тех планах работы, которые вот я имею на сейчас, как я работаю, какие у меня мысли, какие планы. Янка, подключи мне телефон, а? Подключишь. Вы знаете, я себе поставила такую задачу, я вообще очень люблю, конечно, ездить и путешествовать, но я, знаете, не очень люблю дискомпорт, чужие квартиры. Поэтому я решила работать в Воронеже, потому что, вы знаете, у нас город миллионник, ингредиционный процесс у нас происходит, 200 тысяч туда, 200 тысяч обратно, да, люди уезжают, приезжают, то есть люди постоянно меняются. И, конечно, изучив социологическую, как бы, статистику, я поняла, что, в принципе, куда переехать. Здесь-то, в принципе, неплохо. И поэтому я решила работать в городе Воронеже. И, вы знаете, вот у меня седьмая группа, они мне открывались раз 5-6, по-моему, еще они мне не закрылись, но она у меня такая хорошая, сейчас немножечко они подупали, там, 6500. Ну, у меня, вы знаете, в группах у меня никогда никто не добивается ни одного балла. У нас вообще-то, ну, как бы, это вот Кирилл Николаевна, это Мавитон, так скажем. То есть добиваться зачем? Зачем? Мы же сюда пришли зарабатывать деньги, а не склады, продукты открывать. И поэтому мы не добиваем ни 500, ни 1000 баллов. Нам это не нужно, нам это неинтересно. И, в принципе, я вот сейчас, когда у меня дома вырубили электричество, я же приехала к своему седьмому директору, который еще не закрылась, ну, старшему менеджеру. Лен, помаши ручкой, подойди, помаши ручкой. Вот. Здравствуйте. Видите? Видите? Оставьте плюзики, что видите. Да, видят, видят. Слышите, видите? Это вообще еще буду видеть. Вот. Вот мы с ней работаем. Последнее время, последнее время работаем. У нас, в принципе, очень хорошая команда. Это, как я сейчас работаю? Это мой первый директор. Слышите, я директором называю. Это мой первый старший менеджер, первая моя группа, с которой... Очень плохо, что у вас нет видео. С которыми я работаю на холодном рынке. То есть мы впервые стали работать, я с этой группой, на холодном рынке. Начали мы эту работу, ну, где-то, так скажем, полтора года назад. И, вот, и начали мы эту работу, раздавая каталожки за стоечкой. Это для меня был процесс новый. Довольно-таки, я вам хочу сказать, не очень приятный. Первое время. Ну, так как у нас сразу такая образовалась дружная команда, у нас было четыре человека, как бы мы очень легко это пережили. И, наверное, я так думаю, что 70% людей вырегистрированных, это люди у нас с холодных контактов, люди со стоечкой. Второй метод. Мы раздаем и собираем каталоги. Раздаем и собираем каталоги. Ну, этот метод я думаю, Стива, нахуй, который этот метод я вообще использую давно, но вот раз уже про эту группу, то конкретно говорим про эту группу. Раздаем и собираем каталоги. Отдаем каталоги на день, на два, собираем. Десять каталогов, одна регистрация, пять-двенадцать заказов. Бокумов. Где-то так. Ну, летом сейчас о стабильности такой четкой сказать, это нереально, сами понимаете, почему. Но выход, конечно, есть, и выход неплохой. Что мне нравится в моей седьмой группе? Ну, во-первых, и девушки мои, ровесницы. Мне очень легко работать с ними. Люди меня понимают, ну, как бы сказать, мы не подстраиваемся под друг друга. У девушку, которую вы видели, мы знаем друг друга давно, она даже успела на складе в Арифлейм поработать. Вот. Так что по поводу сборки заказов, разборки продуктов, у нас вообще нет никаких проблем, все у нас в Арифлейм. Ну, в общем, я думаю, что сейчас, подтянув гавки в одиннадцатом каталоге, двенадцатый каталог мы встретим, ну, так скажем, с высоко поднятой головой. Что касается еще моих успехов, вот что вот летний, да, период времени, про Зиму говорить, что про Зиму говорить? Группы выходят автоматом и, в принципе, ну, так скажем, что классится тем, что делает само собой. Я всегда говорю то, что да, что ты посеешь, то и пожнешь. Действительно, те группы, которые мы выращиваем летом, это самая стабильная группа. Кстати, мы начали в 18 лет. Да. Это группы, которые прошли жару, сложности, нежелание людей регистрироваться, отсутствие людей в городе, отпуска бесконечности, отсутствие денег, сбор детей в школу и так далее и тому подобное. Да, вот это все. И, вы знаете, сейчас я начала работать, у меня такая есть новенькая группка, вот, у меня очень хороший показатель. Был за 10-й каталог у меня новая двенашка и новая девятка. Это все в одной структурке. Как работаем? Со стоечкой работаем. Работаем со стоечкой. Ну, нам это очень регистрация понравилась за 500 рублей такая. Во-первых, мы вообще не регистрируем вес заказов, да, то есть у нас этого нет. А здесь сама регистрация мотивировала на это, да, то есть не проходила бы она, если бы не сделали на 500 рублей. Регистрация нам очень понравилась. И вот мы еще с одной моей новой структуркой вышли, и вот результат не заставил себя ждать. Но не хочу вам сделать открытия. Никакого. Потому что эти люди, с которыми я сейчас проработала в 10-м каталоге, я сейчас вам расскажу про двенашку и девятку, они давным-давно в Арифлейме. Нет, ну, одна дама, которая на двенашке, на двенашке она подольше, на девятке поменьше. Я о чем хочу вам сказать, что эти люди, которые вот, да, вот сейчас работают, скидные работы, они влюблены в косметику. Они влюблены в качество жизни в Арифлейме. Они понимают смысл этой работы. То есть это не новые, которые пришли, рот открыли, застойкость встали, нарегистрировали там 100 человек, сливки сняли по 100 баллов там с какими-то мотивационными задачами сделали и ушли. Нет, мне вот этого не надо, понимаете? Быстрый рост – это быстрое падение. То есть я люблю, чтобы у людей были осознанные цели. Я сама очень люблю... Все, меня слышно? Свет, напишите. Свет. Напишите, пожалуйста, вы слышите меня? А то, что это как-то... Да, я... Да, все, и видите, да? Ну, прекрасно. То есть, что мне хочется сказать? То есть я люблю работать в Арифлейме с людьми, которые сюда пришли осознанно. Осознанно, да? Люди, которые ставят реальные, объективные цели в этой жизни. Я сама не люблю цели... Ну, допустим, у нас сейчас очень модное президентское движение. Я бесспорно хочу быть президентом. Я очень хочу быть президентом. Ну, это мое, во-первых, благосостояние. Мой новый жизненный уровень. Ну, я реально понимаю, что самая достижимая моя цель, вот, в реальном времени, это цель сделать старшего бриллиантового директора, который... Ну, конечно, я же сделала в 2013 году, вы понимаете, по каким причинам, потому что у меня все в наличии есть, чтобы это все сделать. Вот. И я всегда говорю, что цели, объясняя людям, должны быть реальными, достижимыми, объективными. Они не должны быть временными, они должны быть постоянными. Они должны быть целеустремленными. Вот так вот, да? И я всегда говорю, что когда человек представляет компанию Reflame как какую-то материю, а не как то, что вот пришел, там увидел, победил. Это не про нашу компанию, как вот именно, как объективную реальность, если он ее чувствует, эту компанию, если он понимает, его здесь ждет успех. Поэтому, конечно, вы радуетесь лидером быстрым, но учите не быстроте, учите хорошим, качественным действиям. Быстрота, молниеносность иногда зачеркивает, перечеркивает красоту той компании, в которой мы с вами находимся, красоту того бизнеса. Иногда люди считают, что здесь мерилом работы в Reflame считается усталость, да, то есть нужно взять вот коробки, так сказать, тяжелые гели. Но и иногда мы сами лидеры показываем эту черную, ну, очень красивую сторону нашей работы. Мерилом работы, конечно же, в Reflame является не усталость. У нас, в принципе, красивый бизнес, он с человеческим лицом. Ну, как это лицо накрасить, и как это лицо преподнести? Поэтому делайте, пожалуйста, все легко. Показывайте людям, что, в принципе, вы знаете, я всегда говорю то, что я с людьми стараюсь общаться очень просто. Вы сами понимаете, я 12 лет преподавала, когда преподавала в школе, ну, конечно же, старалась быть грамотным учителем, опытным, заучим, потому что, как вы понимаете, педагогический коллектив, когда 100 человек, а когда тебе там нет 30, там, и ты завуч, да, в школе, то, ну, как бы там хотелось ли, выглядеть постарше, нести ты мне ересь, а что-то поумнее, приходилось читать. Вот. Ну, вы знаете, наверное, в Reflame я поняла, что, в принципе, я понимаю, что я читаю до сих пор, но можно просто разговаривать все дни. И иногда простота и доступность привлекают людей. Ну, доступность такая на расстоянии, вы понимаете, да, я о чем говорю. И поэтому, проводя даже какие-то определенные, мне говорят, что ты проводишь занятия, там, по различным теориям, по нетеориям. Нет, не провожу. Я вам хочу объяснить, почему. Потому что я провожу свои занятия в доступной форме, чтобы люди могли меня повторить, понимаете, чтобы человек пришел и сказал, что, Ира, да тут просто я все смогу. Мне вот это нравится. Я, конечно, могу быть очень модной, креативной, но не со всеми. Согласны со мной? Какому-то директору требуется ваша креативность, ваши мозги, а кому-то требуется простота и доступность действия. То есть, если вы вот это поймете, это все грамотное соединение, запишите в копилку своих лидерских качеств, то, я думаю, что ваша работа, то ваша работа будет проходить очень успешно, и вы будете растить новые группы. Ну, какие у меня еще планы? Конечно же, у меня планы... Вот. Скажи, что я... Мама меня потеряла, я же не дома. Вот. И вот, на чем я остановилась. Да, то есть, развитие лидерских качеств, это важный элемент в работе, но, понимаете, лидер это не Бог, лидер это человек, на которого равняются люди, Богом будет не всегда, реально. И вот, я говорю, простота и доступность, мобильность, креативность, она, конечно, очень сильно помогает в работе. Вы меня слышите? Я, наверное, уже много говорю, может, вы меня слышите? Света, может, я поотвечаю на вопросы, может, кто-то мне позвает вопросы, ведь рассказывать можно о себе очень долго, и о методах работы. Может быть, интересно будет вопрос-ответ, поговорить в каком-то... Вы слушаете, да? Да, ну, прекрасно. А, про стойку подробнее. Значит, начали мы работу со стойкой, которая у нас такая монументальная. Вот. Сейчас все отвечу. Значит, сейчас мы работаем со стойкой, которая у нас, картонные стойки. Вы знаете, когда, в прошлом летом, мы работали каждый день со стойкой. Каждый день, но исключает субботу-воскресенье. Периодичность это 2-3 часа. 2-3 часа летом мы стояли, не меньше, и час мы стояли по осени. Практически каждый день исключает субботу-воскресенье. Сейчас этими новыми группами мы стоим на стойке, ну, где-то примерно по 2-2, с половиной часа. Это мы делаем вечером, 4-5 дней в неделю. А по-другому не пройдет, потому что люди уже вас видят, с вами знакомятся, и они должны вас видеть в какое-то определенное количество времени. Ну, за стойку у нас представлено обязательно 3-4 аромата, чтобы привлечь внимание людей. Но как-то нужно о чем-то заговорить. И обычный, самый простой соцопрос, и который у нас продается в бизнес-аксессуарах, код, я, конечно, не помню, который стоит целая пачка, там, какие-то копейки, сущие, мы их закупаем, и у нас в ботике очень много. Кедра задает вопрос, как вы работаете летом, каждый день или периодами. Мы работаем, вот сейчас мы работаем, каждый день, исключая субботу-воскресенье, повторяюсь, да, то есть у нас выходные всегда есть. Вы понимаете, параноидально мы не работаем. Вот знаете, как люди безвыходные, беспроходные. Бог нам дал выходной, в воскресенье, мы должны его проводить с семьей, готовить вкусный ужин, обедать, а не проводить его где-то в делах непонятных, которые, в принципе, не будут склеиться, я так считаю. Вот. Люди сейчас на природе, на отдыхе, в воскресенье быть на зоне совершенно не хочется. А так работаем каждый день. Я всегда говорю, что придя в Арифмэм, вы поймите, что Арифмэм – это такая же работа. И если вы будете работать, не нарушая правила ГДОТа, да, а у нас по ГДОТу сколько часов нужно в неделю работать? 40 часов в неделю. 40 делим на 5, 8 часов в день. Все, тогда все будет окей. Да, Света, мы стоим, Света задает вопрос в одном и том же месте. Да, в одном и том же месте. Присвык узнаваемости. Люди проходят, на третий раз человек может подойти, вы можете даже уже поздороваться, да. Вот она три раза идет, запнулась, увидела вас, второй раз запнулась, третий раз, «Здравствуйте, да вы подходите к нам». Ну, вы знаете, как люди подходят. На каком уровне новичку доверяется беседовать с приглашенными? На любом уровне. Достаточно, вы понимаете, есть директора, которые двух слов не свяжут. Коех я знаю очень много, извините, за такое вот. А есть люди, которые, извините, от природы очень умеют разговаривать с людьми, поэтому если человек хочет, он сразу может разговаривать. На стойке, конечно же, приглашаем на дисконт, о бизнесе говорим очень мало, потому что, ну, я считаю, что, ну, как бы так сказать, стоять за стойкой на улице, на тротуаре и говорить о бизнесе, ну, как бы не услышат, и я считаю, что это неприлично. Вы знаете, даже нам задали вопрос, а где же мы будем получать заказы? А я говорю, вы будете приезжать на заставу, у нас там офис, тире-пире, тире-пире, то есть объясняю, да, где там вот, что у нас на заставе офис, они говорят, у вас офис, и вы стоите на тротуаре, понимаете, вот что у людей, понятие какое, а мы стоим на тротуаре, а сзади у нас две машины, одной фалькваген, а моя вольва стоит сзади, и когда они вот эти машины еще видят, у них вообще такое, такое, Валя, Валя, фалькваген, вы знаете, у Вальва, то есть фалькваген, у них вообще такое не понимание, зачем мы тут стоим вообще, зачем все это, ну, в общем, вот так, да, каталоги на стойке, только мы, во-первых, не работаем со старыми каталогами, мы перестали это делать, это не приносит, вообще нет у нас старых каталогов, даже вот такое вообще нет, нет у нас, не в 80 нет старых каталогов, мы покупаем новые каталоги, я стараюсь, если человек решил со мной работать, я говорю, это единственное вложение, в Арифлеем, на твоих первых парах, которые тебе придется сделать, это вложение в каталоги, и поэтому мы работаем только с новыми каталогами, но прошу, займитесь в обмен на телефон, я даю текущий каталог только в обмен на телефон, я там или мои девочки, вот, старыми не работаем, как работает система, у кого 2-3 работы в Арифлеем, как это 2-3 работы в Арифлеем, я не поняла, вот этот вопрос, Лена, я вас не поняла, Раканцева Лена, как работает система, у кого 2-3 работы в Арифлеем, ну, вы знаете, я же вам сказала, что люди, с которыми я работаю, у меня не работают, ну, вот так вот у меня получилось, вот это вот у меня 7 группа, они у меня никто не, а нет, у меня не работают на бронзе, работают люди, не работают, ну, так получилось, одна у меня бизнес, она была в свободном бизнесе, сейчас набросила свой бизнес, другая там с ребенком сидела, поэтому, ну, то есть причины разные, кто-то ушел когда-то с работы, и пришел сюда, у меня люди не чужие, они не, вот люди, с которыми я сейчас строю бизнес, я вам сказала, что я их знаю давно, это не которых я вот, отсюда схватила, вы понимаете, да, вот, то есть, вот, с улицей с людьми, вот, единственный человек, с которыми я работала, с работающим, это вот мой 4-й день, 2-й июля, она работала у меня зверее Чижова, там, в каких-то в отделе праздников, но она бросила, по-моему, на 15%, или на 18%, я уже не помню свою работу, я ни в коем случае никого не заставляю бросать работу, ну, как бы, подвожу так, так потихонечку к мысли, очень мне сложно было по поводу работы и бизнеса с моими директорами 3-го, 4-го уровня, которые имели работу, ну, подводила к мысли, но никогда не просила бросить работу, я не, я, во-первых, не имею такого права заставлять людей бросать работу, никого не просила, просто приводила примеры, давала темы для размышления, ну, вот так вот, я бросила, если честно, про себя, да, если зачем, а другие, давайте про себя, я бросила свою работу, закрыв звание директора, практически у меня уже еще вторая группа была на подходе, объясню, почему я так долго продержалась, очень было сложно сочетать две несочетаемые вещи, я уже на работу ездила на такси, потому что не успевала, сами понимаете, покатим их сятельством, просто у меня директор школы, старство ему уже не весна, он был моим знакомым другом, поэтому вот так вот он меня одержал, есть ли у вас какая-то одежда специально для работы в офисе или застойкой, нет, мы это не любим, сразу говорю, мы не любим, мы не любим, мы любим одеваться, это иногда опугивает людей, мы это поняли, у нас каждый город не свое своеобразие, мы пробовали, мы пробовали, и вы знаете, да, иногда это не располагает к какому-то душевному общению, которое происходит между человеком, который стоит за стойкой и на противоположной стороне, да, дисконт на стойке оформляем сразу, если у человека есть желание, да, есть желание, сразу даем каталог, как работаем с wellness, я похвастаться этой темой не могу, поэтому, значит, очень уважаю этот сегмент в компании Reflame, мы все, директора, все потребляем, пока что, пока что своим примером, объясню почему, у меня просто физически не хватает сил на это вот еще, на этот сегмент, я считаю, что если я буду работать с продукцией в wellness, работать, да, не потреблять, работать, то мои знания должны быть, ну, чуть пониже Григория, пока что у меня нет, и мне вот как-то вот, я обязательно, про 149 зарегистрацию тоже говорим сразу, уже начали рассказывать, ведь сегодня же вторник, какая разница, за сколько, я зарегистрировала за 149 рублей, у меня в основном все директора зарегистрированы за 149, рублей, я люблю вот это вот, вот это вот цифру, она такая классная, первые две цифры, это пятеночка, поэтому тоже 149, все будет на отлично, да, регистрирована, мне нравится, вот, да, еще какие у вас будут вопросики, про стойку всем рассказала, я так работаю, еще и на других работах, ну, вот, вот, Лере тяжело работать, еще у нас, я не знаю, какой у вас уровень, вот такой вопрос, тяжело работать на работах, ну, в принципе, можно-то и на пяти работать, да, и как мышка в наружку, тащить со всех, что пишете на каталоге при раздаче, Лидия, нет, знаете, мы поняли то, что мы писали, прошлом летом, писали, когда еще старые каталоги употребляли, быстрая доставка заказов, мы у Ивана слезали, если честно, это, вообще это не работает, ничего, наши визитки прикрепляем степлером, и все, нет, как, деньги за стойки, за каталоги новичков, нет, не берем, это наше вложение, мы же первый заказ получаем, когда они регистрируются, этот каталог вынимаем текущий, а подарки, мы я на подарки не работаю, мне не нравится эта система, подари подарок другу вы имеете, да, Елена? Вот Елена задает вопрос, работая ли у меня с системой, подари подарок другу, нет, я не работаю, мы попробовали когда-то очень давно, нам это не понравилось, оно не привело к результативным действиям. Вот это, конечно, Света, очень сложный вопрос, с которым, как вы потом выводите дисконтиков на бизнес, естественно, вы знаете, вся основная, вот, именно, вот эту, вот эту уже процедуру, конечно же, проводим в офисе, я говорю, я работаю в офисе, у меня офис находится в центре города, у нас офис находится, ну, очень так, на пересечении, как мы говорим, всех торговых путей, очень... Андрюш, я еще на презентации, хорошо, я перезвоню, ладно? Да, 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 давай, давай, вот, именно уже, когда люди приходят в заказанный офис, понимаете, на, сейчас, на занятии, затащики у нас, летом в Воронеже, вообще у нас, это просто, ну, какой-то, не реалити какой-то, шо, я не знаю, в общем, короче, это тяжело получается, единственной возможностью прихода, вот сейчас летники, я про лето, все про лето, новичков в офис, это прийти за заказом, и вы знаете, здесь уже происходит индивидуальная, кропотливая работа, мы с каждым человеком работаем индивидуально, рассказывая о бизнесе, не собираем ни на какие бизнес-семинары, я вам сейчас конкретно про лето, то есть, каждый у нас, как алмазик, нас очень много, приходит, обязательно есть у нас дежурный, который рассказывает про бизнес, про бизнес, но это уже устройство работы в офисе, по телефону, нет, как по телефону приглашаете, на что, а кого приглашать, просто списать телефон у кого-то купить, да ни за что, никогда, если я, я звоню только по телефону тогда, когда мне человек лично дал телефон, а просто если мне кто-то дал чужие телефоны, это так раздражает людей в Воронеже, вы понимаете, у нас здесь, в нашем городе, сосредоточение всех компаний, которые только вообще есть на белом свете, мы как в Мексике, в Воронеже живем, Москва все к нам привлекла, у нас даже есть такие магазины, которых нет в Москве, вы, наверное, знаете, да, какие магазины пооткрывались, и у нас, вот лично я, получаю день по 10-15 смс, к Ситиграду, с различных обувием магазинов, вы представляете, у нас сейчас, да, там и все дисконты, но вот и если я, неизвестная Ира Зверева, начну еще кому-то там звонить или слать что-то, я представляю вот эту вот отрицательную реакцию этого человека. Праздники проводите, поздравляете с днем рождения, или вообще, как вообще, обязательно, вы слышите меня, звук не пропадает, звук не пропадает, праздники проводим, с днем рождения поздравляем, все классно, все это делаем, у нас очень дружная команда, конечно, с теми собираться не всегда получается, только на дне рождения, на какие-то большие праздники, у нас все очень креативные, все, ну, классные девчонки, я говорю, мы все практически одного возраста, ну, сейчас у нас, мы сейчас подтягиваем молодежь, у нас есть молодая девочка, директор 22 года, сейчас ей 21, я уже не помню, и поэтому, пишет, задает такой вопрос, а зимой как на стойках стоять? Отличный вопрос, сейчас мы уже его продумываем, вы знаете, у нас зима, вот как-то зима, нас очень, вот в прошлом году, она хорошо побаловала, мы простоялись за стойкой практически до декабря, по часу, потому что вообще очень поздно наступила зима, и весна такая была ранее, приятная, вы знаете, мы стараемся снять помещения в закрытых помещениях, вот, небольшой уголок, закрытых помещений, вот и все, да, это уже финансовый вопрос, это уже должны стоять ваши высшестоящие спонсоры решать, ну, материальные затраты как-то отделить, или, ну, мы этот вопрос продумали, я вебинары, Света, вообще, если честно тебе сказать, сейчас не провожу, и как, этому я еще не научилась, вот как вы, молодцы вы просто, буду этому учиться, с сентября хочу все, значит, просто вот все, вот как-то тяжеловато в одно лицо, в общем, вот так вот, я по скайпу общаюсь, ты же знаешь, Света, что я по скайпу общаюсь давным-давно, и даже была потрясена, что люди не общаются по скайпу, не используют этот метод, как мотивацию лидеров, которые находятся на приличном расстоянии, какие еще у вас вопросы будут, я уже больше часа с вами встречу иду, Если человек после первой презентации желает стать менеджером, как работать с такими людьми? Ну, во-первых, я должна знать степень занятости этого человека, он должен меня описать, и мы должны с ним вместе составить расписание, так, чтобы он в мое расписание склинился. Вот и все. Когда назначаете следующую встречу, если человек хочет стать менеджером, да как, если мы расписание составим, как составим, тогда и будет следующая встреча. То есть знакомые приглашают знакомых, или знакомитесь на промо-стойке, ваш круг общения, да? Нет, конечно, знакомые приглашают знакомых, но телефоны я не собираю, то есть, соберите телефон, и я так не работаю, я же уже объяснила, да? Если человек хочет пригласить своих знакомых, он приглашает сам, просит меня о помощи рассказать, и отсюда к услугам этого человека. Спасибо, Олечка, за то, что со мной очень интересно, очень уже прибавилось, что со мной интересно. Марили домашняя, в Арифлейм бизнесе, значит, у меня две сестры в Арифлейм, так, и что хочу, да, родственники потребляют продукцию в большом количестве, муж, конечно, мне помогает, огромная помощь сына и мужа, в организации, технической организации, мероприятия, всех этих мероприятий. Спасибо большое, девочки, я рада, что вам было, Елизавета, очень интересно, мне тоже с вами интересно, спасибо за ваши вопросы. Светочка, что у меня заканчивается, или что еще? Светочка, спасибо большое, мне очень было приятно пообщаться с вашими лидерами, успехов вас в работе, и давайте помним, несмотря на то, что август очень жаркий, давайте помним, что мы посеем, то и пожнем. Так что, хорошего вам жаркого августа, до встречи, мои дорогие, пока-пока. Поставьте свои аплодисменты Ирине Зверевой, аплодисменты в качестве восклицательных знаков, мы уже всегда привыкли, да, восклицательные знаки, это означает аплодисменты, а все плюсики, это означает слышно, или видно, и все остальное. Вот видишь, Ирина, это тебе огромные аплодисменты, спасибо большое, встретимся в Стокгольме, и я расскажу вам совсем немного, коротко, на все вопросы, которые вы задаете, чтобы мы, дело в том, что мы в понедельник, когда с Еленой Куликовой будем проводить по проекту встречу, я не буду там на этот вопрос отвечать, вот, поэтому отвечу вам сейчас, прямо здесь на вебинаре. Сейчас мы загрузим вот этот слайд, да, и вы его видели, когда мы начинали проект, но у каждого был, и, собственно говоря, саму суть, главное понять, когда приходит новичок, мы мотивируем его только на бриллиантовую директора, изначально, и я всегда очень просто отвечаю на это, ну, говорю про это. Понятно, что можно там сказать, что с уровня бриллиантового директора, там жизнь только начинается, что все, что ты хочешь, все твои мечты, прописать мечты, там поставить цели, и понять, что все это возможно только будет с уровня бриллиантового директора, но можно сказать очень просто, да, если ты настроился на директора, то тебе, в принципе, достаточно иметь дисконтных партнеров, если ты настроился на бриллиантового директора, то тебе дисконтных партнеров недостаточно. И поэтому сама тактика работы будет строиться совершенно по-другому. То есть у тебя то ты будешь искать просто дисконтных партнеров, подписывая людям дисконты, а то ты будешь мотивирован на то, чтобы найти именно менеджеров, найти ключевых, как минимум 6. И когда какие цели ставишь, к тому и приходишь. Соответственно, если ты ставишь цели именно на ключевых, к тебе начинают они притягиваться. Поэтому изначально именно в этом плане мы ставим цель на бриллиантового директора, но мы говорим про то, что промежуточная цель директора. Итак, у нас есть несколько уровней, которые мы должны пройти. 3, 6%, 9, 12, 15, 18 и 21. Если мы сейчас посчитаем, ну, первые 3% мы не будем считать, поскольку это 150 баллов надо делать лично. Посчитаем, начиная с 6%, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 уровень, когда мы выходим. Но у нас есть один такой вот уровень, это 15 и 18%, когда большое достаточное количество разрывов в баллах. Поэтому мы поставим, что каждый каталог мы будем идти по одному, ну, делая новые результаты, 6, 9, 12, 15. Потом мы еще один каталог продержим, 15 с запасом. И делаем 18, точно так же 18 с запасом, а потом 21. Получается, если вы сейчас пропишите, ну, например, стартуем с 10 каталога, если вы сейчас напишите 6%, да, 10 каталог внизу, вот первый К стоит, да, это первый каталог работы. Ну, или там, говорю, 10, 11, конечно, да, 11 каталог. Вот вы смотрите, прописываем 11 каталог, 9%, 12 каталог, 12%, 13 каталог, дальше 15%, 14, 15, 18, это первым каталогом, да, мы выходим на 21%. Конечно, здесь не получается банкет, но, понятное дело, чем дальше мы сейчас начинаем, тем отодвигается вот этот банкет именно в этом году, в следующем вернее, но мы можем, да, человеку сразу объяснить, что если ты именно по одному каталогу будешь держать 15-18, у тебя есть шанс попасть на банкет директоров, потому что надо 16-м. То есть, но примерно так вот, будем пробовать, да, будем это делать, будем все делать, необходимо для того, чтобы это у нас получилось. Это уже сам человек говорит. Или нет, все-таки мы ставим план, в начале года мы выходим на 21%. То есть, мы это все обговариваем с человеком и пишем. Если вы сейчас прочитаете, да, то 8 каталогов, это получается ровно полгода. То есть, вот вам за полгода вы выходите на 21%. Теперь самое главное достигнуть вот всех вот этих баллов. Итак, первый каталог работы, 11-й каталог, 450 баллов, это получается 6%. 150 мы вычитаем личных и остается 300 баллов. Всех новичков мы мотивируем на стартовую программу, то есть по 100 баллов, да, у нас получается 300 баллов, делим на 100, нам нужно 3 человека. Нормальная здоровая группа имеет 70% активности и 30%, ну, некоторые говорят спящие, мне больше нравятся, потребители, то есть, которые в этом каталоге не факт, что берут, да, таким образом получается, что вот эти 30% нам надо добавить к 3 человекам. Таким образом, у нас получается 4 человека, это будет наш план по рекрутированию. У нас есть такая статистика, да, что из 5 человек, которые прослушали презентацию на бизнес, именно вот решил работать в Reflame один человек, то есть, они могут все зарегистрироваться как дисконтные партнеры, но нам нужен именно заказом человек, тот, который нацелен что-то делать, и это будет один. Получается, что если нам надо 4 человека, мы умножаем на 5 человек, 20 человек, это будет план по приглашению. Таким образом, получается, что чтобы люди у нас были на презентации, именно 20 человек за каталог, нам нужно еще знать следующую статистику. если мы работаем на теплом рынке, то мы получаем 70% результата, если мы работаем на холодном рынке, там есть опечаточка в этом слайде, да, то есть, если мы посмотрим следующий, вот смотрите, два написания, теплый рынок, теплый рынок, именно холодный рынок, То мы получаем 30% результата Таким образом, смотрите, вернемся к теплому рынку 70% результата мы получаем, 30% не получаем Поэтому мы 20 человек добавляем 30%, которые мы не получаем Таким образом у нас получается 26 человек Это будет план по звонкам, если мы работаем по теплому рынку И по холодному рынку, где у нас 30% результата Все знают, что по холодному больше отказов Соответственно, 20 человек мы прибавляем 70 недостающих Которые будут отказы И таким образом у нас получается 30 человек Это будет план по звонкам Таким образом, если человек работает, например, на промо-стойке И он будет приглашать людей с холодного рынка То ему надо иметь 34 человека 34 контакта, 34 телефона за весь каталог На каталог работы Ну, вы знаете, я скажу, что можно, в принципе, один раз выйти на соцопрос И уже 34 человека собрать контактов Поэтому наша задача просто научить это делать новичка Ну и, конечно, гораздо меньше нужно телефонов, если по теплому рынку Дальше мы смотрим, сколько мы презентаций будем проводить Потому что смысл в том, чтобы люди прослушали бизнес-встречу То есть именно на бизнес-встречу пришли И, кстати, те, кто работает подарками Задача не просто выдать подарок А именно пригласить на презентацию То есть подарок – это тот самый способ, который дает возможность человеку прийти Но единственное, когда вы приглашаете, надо четко сказать, что презентация будет в течение часа Потому что вот у нас сегодня была на Спартановке презентация Все люди были нацелены на то, что будет в течение часа Пришли, а одна женщина, ну, видать, вот как раз ей не сказали Или забыли менеджеры, когда звонили Она говорит, как в течение часа Да, вот я начала презентацию, говорю, сегодня в течение часа Она говорит, как в течение часа У меня уже в 7 часов презентация в 6 начиналась У меня в 7 часов уже работа Вот пришлось отдельно выходить в коридоре с ней, ребятам дорабатывать Да, как-то очень быстро за 5 минут все рассказывать В общем-то, это не дело Поэтому четко человек должен знать, если он приходит на подарок Да, что будет в течение часа презентация И после того, как вы распределили, сколько вам с новичком Сколько новичок по времени может быть на презентации Потому что бывает, кто-то работает, может быть, только раз в неделю Да, например, та уже, может быть, раз по субботам И все То есть мы смотрим ВВО один раз в неделю Делим 20 человек на 3 недели И у нас, получается, по 7 человек должно быть приглашенных на встречу возможности Арифлейм Если ты хочешь выполнить тот план, который у нас есть Да, выйти на 6% И точно так же здесь прописаны звонки Один раз в неделю мы звоним на эту презентацию 10 человек с теплого рынка Или 15 человек с холодного рынка Если презентация 2 раза в неделю, то мы еще на 2 делим Ну, там, получается, 3,5 мы взяли по 4 Тогда 2 раза в неделю у тебя должно быть список телефонов по 6 теплого рынка, 8 холодного рынка И на 3 раза в неделю, если человек готов, да, он там не работает, он готов 3 раза в неделю быть на презентациях Тоже расписан план Собственно, этот план самый главный, который человек должен понять Потому что здесь четко есть план по рекрутированию, план по приглашению, план по звонкам Теплый рынок или холодный рынок И вот это вот как азбука Такая азбука, которая для новичка Он должен четко его знать И я даже помню, Дима Лабузин говорил, когда они первые начали по этому плану идти По-моему, как с кем-то из своих девочек Они четко прошли за 8 каталогов именно по этому плану Вот посмотрите, что здесь интересно получается А как же дальше, а как же дальше, да? Вот если вы возьмете 9% и отнимете 450, у вас остается те же 450 баллов То есть надо сделать тот же результат А вот дальше, смотрите, вы просто берете вот это количество, да, 1800 Отнимаете 450 баллов А потом смотрите, сколько вам надо иметь ключевых на этом уровне Которые пойдут по этому плану, да? Получается, вы просто берете ручку, листочек и просчитываете То есть если у вас 450 баллов есть, а вам надо таких 3, например, ключевых Которые также пройдут по 450 баллов И таким образом, получается, вы выходите на 12 То есть вот дальше вы уже делите на ключевых Именно вот почему мы нацеливаемся на бриллиантового директора Именно вот почему И потому что нам изначально уже нужно искать ключевых Потому что именно уже к 12% у вас должны быть как минимум 3 ключевых консультанта Точно так же 15% мы делим, то есть мы до уровня 21% Выполняем вот этот план личный Когда мы прибавляем 450 баллов Ну давайте так, 500 баллов 500 баллов это лично твой, ну, твой должен быть результат Ты лично должен это делать, все А дальше ты просто делишь это на ключевых И получается, таким образом, нацелившись вот именно на такую работу Кстати, она не сложная Если человек, например, захочет все-таки попасть на банкет директоров И держать пятнашку один каталог И на следующий уже сделать восемнашку То можно чуть-чуть его, ну, увеличить план для личной, да И таким образом получится, что реально сделать все-таки 16-21 И попасть на банкет директоров Вот, поэтому, таким образом, вот этот вот план, как азбука для новичков Да, планирование для новичков, да Должен быть обязательно, в общем-то, взятным для каждого новичка И для каждого менеджера Вот, собственно, и получается, за полгода ты выходишь на 21% Как выслать слайд? Очень просто выслать слайд Во-первых, запись сегодняшнего вебинара Она будет выложена на страничке проекта в YouTube Во-вторых, вы знаете мой электронный адрес Если кто-то не знает, мы сейчас его в чате вам напишем И вы просто присылаете, ну, пишите Жене Потому что он отвечает за всю электронную почту Поэтому просто пишите Жене Пришли планирование для новичков И, естественно, тут же тебе будет выслано это планирование для работы Какие еще, ребят, вопросы будут? Да, Галина Лобузина, девушка, которой не на работу, нужно было идти Нет Так, значит, итак, мой, 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 моя электронная почта То есть именно туда вы можете присылать все свои, ну, там, просьбы Сейчас я посмотрю вам еще два, сделаю объявления Сейчас одно объявление касается тех, кто идет на Салье А второе объявление касается всех Поэтому, ну, в любом случае, давайте все равно все-таки про Салье Я сейчас продиктую фамилии, которые идут на 14-15 сентября Ой, господи Августа, которые идут на тренинг именно в первый заход Без имен, ребят, чтобы просто побыстрее Поэтому, извините, просто фамилии Итак, первая группа, которая идет 14-15 августа на тренинг Салье Михайлова, Савина, Оншина, Маркова, Маслова, Ипкина, Митина, Кудрявцева, Рекунова, Кадетова, Ковалевич, Немцина, Павлова, Прохоревич, Ткачева, Ткачев, Занулины, Гео, Федоренко, Тимофеева, Дуденкова, Фефеова, Бибаева, Байчурина, Волобоева, Ткаченко, Дубровина и Дулимова Это те, кто идет в первую группу И который у нас идет 16-17, вторая группа Сопоркова, Гунгасова, Басова, Лабузина, Гутерова, Куликова, Ларионцева, Лабузин, Шелеметьева, Разова, Кибалкова, Борисова, Панова, Юнг, Крупнов, Стукаленко, Сомова, Шелыцко, Терехова, Калачева, Чемодурова, Полякова, Аляева, Телегенова, Калченко, Савельева, Серегина и Полякова Это фамилия Тех, кто идут на тренинг с Алье Ребята, вы молодцы, да, что вы приняли такое решение и вкладываете деньги в свой личностный рост И я хочу сказать, только не все из вас до сдали деньги, то есть первый износ сдали все Но не все еще до сдали деньги Поэтому, пожалуйста, завтра у нас будет Я буду весь день в сервисном центре, Женя будет весь день в сервисном центре Подходите, сдавайте деньги Те, кто из ВИП-клуба, завтра будет у нас 12 советов директоров Пожалуйста, можно там сдать деньги И в 5 часов будет планерка для ВИП-клуба Пожалуйста, можете тоже там сдавать деньги Потому что тянуть уже просто нет возможности Мы уже первые 40 тысяч отправили Кате Нам надо будет сейчас последнюю сумму еще засчитывать все и отправлять Вот, поэтому, пожалуйста, да, не подводите Деньги это не мы придумали, вот так, прихоть наша Это реально просто у нас сроки стоят в Кате И они не приедут, пока мы им не пришлем все деньги В общем-то, такие условия у каждого тренера, свои условия, да, поэтому спорить не будем Будем лишь только делать, как требуют они с нас И ждать с нетерпением этот тренинг Обязательно на тренинг возьмите с собой Вот если есть возможность бэджики, потому что это в самом конце прислали Мы тут начали смотреть, у нас тут, может быть, есть штук 40, мы найдем бэджиков Но вот на всякий случай возьмите бэджик, если вдруг кто-то не возьмет, мы ему просто дадим И обязательно возьмите с собой ручки и блокноты Это 100%, я думаю, что диктофон точно можно взять, а камеру вряд ли Камеру вряд ли можно будет включать Вот, и теперь, что касается еще одного очень важного и интересного объявления Наверное, уже все знают, но, может быть, если кто-то не знает То я вам хочу сообщить, что завтра будет последний день, когда Юля Подмятникова работает в Волгоградском сервисном центре В четверг рано-рано утром она улетает в Москву на новую должность Это рост по карьерной лестнице, потому что это будет очень крупная должность в московском филиале И это было решение трудное для Юли Она серьезно подходила принять это решение Ребята, ну мы не можем тормозить карьерный рост сотрудников И, в общем-то, понимаете, что для Юли, конечно, эта должность более будет интересная Хотя, конечно, она, вы знаете, ну просто как мы, когда узнали это все Мы там все сидели по 15-й, да, у Юли тоже В общем, на самом деле это будет тяжело для всех Но почему я вам говорю, завтра реально, если кто-то хочет Если кто-то хочет поблагодарить Юлию, то у вас есть такой шанс это сделать завтра То есть она будет завтра в сервисном центре Пожалуйста, там, цветы, я не знаю, какие-то слова благодарности или еще что-то Я думаю, что ей будет очень-очень приятно Тем более, что она нам сказала, что таких лидеров она вообще еще пока не видела Хотя работала и в краснодарском филиале тоже И ее очень-очень любит и краснодарский филиал Но она говорит, именно такие дружные, такая дружба между структурами Она первый раз увидела именно в Волгограде Вот, какие у нас будут, кто у нас будет, никто вообще ничего не знает Вы знаете, Елена Нестеренко, руководителя Воронежского филиала, тоже забрали Она уехала на главную позицию в Белоруссию То есть она теперь руководит всей страной Белоруссии И у нас нет пока еще сейчас руководителя Воронежского филиала Теперь у нас нет Юли, да, то есть в Волгограде У нас нет руководителя Волгоградского сервисного центра И я так думаю, что до Стокгольма эти решения не будут приняты Я так думаю, ну я так думаю, что вряд ли такие серьезные должности Сразу так вот прям с бухты-барахты будут назначены Вот, ну надеюсь, что в Стокгольме мы уже будем это точно знать И по приезду из Стокгольма мы будем вот уже встречать нового руководителя Пока мы ничего не знаем, да, пока мы беспризорники с вами Но, в общем-то, в любом случае, ребят, проект наш все равно состоится Юлия дала все указания ребятам, это Марине, Андрею Поэтому наш проект все равно завершится, все будет окей Мы его все равно сделаем И Юлия обещала нам, что все, дело в том, что у нее в компьютере просто есть специальная программа Да, что все наши рейтинги по проекту она будет продолжать нам высылать на электронный адрес Каждый каталог, мы будем знать, кто у нас лидирует в нашем проекте Да, давайте дружим все, но мы-то, собственно, и дружим все Вот такие вот новости Поэтому, что у нас в ближайшее время? В ближайшее время у нас, в следующий понедельник у нас проект А в следующий вторник у нас тоже очень интересный вебинар Обещали вам хороших спикеров из ТОП-100 России И мы свое слово держим И следующий понедельник у нас спикеры будут Это я и Елена Куликова, мы вдвоем проводим понедельник Вторник у нас вебинар Ну, во вторник у нас еще начинается с вами тренинг, да Тренинг вторник, среда, одна группа в сервисном центре в Большом Зале И четверг, пятница, вторая группа тоже в сервисном центре в Большом Зале Там есть кондиционер, я думаю, что будет все отлично Еще раз на длина, надо взять ручку и блокнот обязательно По графику работы на тренинге Это будет с 10 утра до 7 вечера То есть, работа сервисного центра Будут два перерыва, где вы можете сходить там себе купить кофе, чай Обязательно будет обед в течение часа Где вы сможете тоже сходить в какое-нибудь кафе пообедать Ну, вы хотите, берите с собой wellness Хотите, берите с собой какую-то еще еду Это будут перерывы В общем-то, в любом случае будет время и для отдыха тоже Вот, собственно, вся информация С кем-то встретимся завтра, да С теми, особенно, кто собирается дать деньги И с остальными мы встречаемся в понедельник Всем пока-пока-пока